Как сказать? Православие обложилось этим. Вот считаешь, 118-й псалом, 113-й стих. Прочитайте кто-нибудь. Ответ. Самый большой псалом. 113-й стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Вот и все. Первое это то, что есть. Заповедь на заповедь, правило на правило. Тут немного, там немного. Никакого, никакого. Потому что все только на внешнем. Господь нигде ни одного слова не сказал. Библия об этом молчит. Мы читаем Златоуста и дальше еще ничего неизвестное. И что? Это означает все потеряли. Оно не просто пришло, а заполнить то, что потеряно. Вы думаете, что диакон выходит с Евангелем просто так? Свечу перед ним несут просто так. Нет, все зашифровано. Сам выход за спященником перед чашей означает Иоанна Крестителя. А зачем говорить-то? Мим? Мим? Это нигде нет. Вот посмотрите. Каких бы мы ни называли сегодня людей, в сегодняшнее время конкретно, где такие проповедники у православных, как Ярл Николаевич Пейсти, Сперджин, которые называли король проповедников, не православные. Но сколько душ пришло, которые потерянные были полностью. Вот сегодня, смотрите, по всему миру православных едва насчитывает 250 миллионов. А сектанты уже за 660 перевалили. Почему? Они все проповедуют. Небольшая община. Я говорю, а сколько у вас проповедуют? 40 человек. 40! У нас одного, если проповедуют, задушат. Ну и как? Ну, редко приходится. Поэтому решили по соседним районам везде ездить в воскресенье проповедовать. На этом не остановились. Я с ними близко знаюсь. Вот как. И поэтому у нас что? Я говорю, акуличие что означает? Гроб Господень, гробоеды. Гроб. Яйцо крашеное. Где оно крашеное? Яйцо-то. И дальше вареное. Если живое, то тогда скорлупа означает гроб. И там жизнь. Христос восстанет. Можно было объяснить, а так ничего нету. Да еще не всмятку. Болеют после этого сколько. Так что ничего нет. Забудь. Я скажу по себе. Я никогда не хожу. Ни от кого ни не беру. Даже свои у кого-то кто-то умер. Я никогда не беру. Я помяну и все. Если он был верующий. Если что-то можно, Господи, сотвори ему. Все на обмане держится. Ответ один. Абсолютно один. Второе к Коринфянам 5.10. И все эти наши пасхи. Второе к Коринфянам 5.10. Там ответ. Ибо всем нам должно явиться на судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. Он делал что? Потом как? Соответствие? А тут нет соответствия. Богачь-то. У меня там братья, то, другое. Между нами и вами великая пропасть. Ни оттуда, ни суда не переходят. Что непонятно. 16 глава Евангелия от Луки. Вот как подурели. Идут и все там надо поминать. Вот умер Брежнев. Ну, действительно, жена у него хорошая. Любила его. Договорилась. В то время советская власть была. И по всем храмам стали отпевать. Ельцин, когда умер, коммунисты писали, ему колотиновый забить надо. Что он наделал? А здесь не так. Там самый такой голос такой. Помяни, Господи, первого президента российской. Да Богу нужны эти российские. Да еще президенты-то. И они на полном... А раньше были как... Где вот памятник какой-то стоит. Огонь вечный. Туда всех священников сгоняли. Архиерей стоит. Я могу тебе по фотографии показать. И что помянуть? Как сейчас тут сказали это. Что где-то там воюют. И погибли всем. Гарантия, что они в Царстве Небесном. Это что? Откуда взяли? Это только у японцев было такое. Самолет взлетает, а колеса остаются. Назад ходу нет. Он должен ударить. И поэтому так много потопили они американских судов. Почему? Он до этого призван. Ему обещано Царство Небесное. Перед этим еще дают выпить там сок свой и все. Но мы-то православные. Никакой пользы нет. Ответ один. Никакой. Если верующий, в любое время поминать можно. А это что-то такое. Доедут Радониса. Мы-мы ездили туда. Там что делается? На могилах выпивают. Яйца кладут. Это ему. Ну-ка там бомжи ходят, спят. Все это подбирают. Это православие. Соответственно тому, что он делал, он. Что он делал, когда уже лежит в гробу? Он. Доброе или худое. Вот то пойдет. Поэтому надо сегодня делать. То, что павильона. Если люди у нас тут бывают к нам, которые заходят. Ну, ненадолго бывают. Уходят где-то. Дальше видится. Что такое рождение свыше всего? Его сразу видать. Вот у нас кто-то побудет здесь. Вот на этих занятиях. Тут другое. И он начинает поносить. Это семь злейших в него вселяются. Вот как сейчас там Никита, который у нас был. Он совершенно полностью разум потерян. А что в жизни? Что блуд? И наркомания. Больше ничего не было. И он там сколько сейчас говорит. Он не понимает, что венцы плетет. У него ничего нет. Вот она подает больше на книги мои. Макулатура. Макулатура. А спроси еще макулатура. Что ты прочитал в жизни? Ни одной книги еще не прочитал. А что? Ну, доказать, что книги плохие. Макулатура ее сдают. Но если это мои книги и макулатура, будет отвечать тот, кто сдает. Если в каждой книге до трех тысяч ссылок на священное писание. И он это слышал, знает. Ему книги подарены. Но всем злей же. Он что делает, он сам не понимает. Притом везде он, где может, как говорится, след оставляет свой. И люди слушают, почему они такие же. Макулатура. Макулатура, которая находится во всех библиотеках Европы, Скандинавии. И не каких-то королевских библиотеках. У меня благодарности одних около 700 только. Люди, которые начинали считать, жизнь их мгновенно изменяется. А почему оскорбить? Ну, как ты этим оскорбишь-то? Макулатура, это ненужное, сожженное, прочее, ненужное. А если это ненужное, так никто бы не брал. Ну, то есть, человек один не бывает. Бывает, всем злейший берет с собой. Столько быть, слышать, видеть. Он не может ответить на один вопрос. Зачем он рвался к нам? Пересечь Уральские горы и залезть в Сибирь. Зачем? И почему, как исполнилось 30 лет, 5 лет позади, вернулся домой? И вернулся по-хорошему? Там на меня нападали. Он такой, он был, ролик, быстро. Я всех банить буду, кто против меня? И вдруг резко изменился. Совершенно другой человек. Почему? Загорно взяли его. Где ты был? У него выхода нет. И поэтому на него нельзя не обижаться, ничего. Если бы он был каком-либо Отто Юрий Шмидт, он бы не знал, что такое макулатура. Это исследователь севера. Он никогда не задаст, что читать нужно. А вот он сплошил. Профессор ему написал. И что написал, это примерно на 350 лет читать. Да я же не прочитаю. Ну, тогда по-другому вопрос-то. Без каких книг нельзя обойтись? Первое, чтобы быть культурным. А второе, без чего нельзя. Он, профессор, снова выщеркнул что-то. И осталось на 120 лет. Говорит, ну я уже не прожил столько. А вот теперь постарайся читать. По диагонали. Листик прочитал опять. Я с таким сидел. В одной камере. Лозин Анатолий Максимович. Преподаватель второй группы космонавтов по аэродинамике. Две книги за день просчитывает. Просчитывает. Ну, книги там 350 страниц. Я его пробовал испытывать, смотреть, он почти цитирует. Но когда я стал читать Библию, он все забыл. А что у вас там написано? Опять на следующий день споры там какие. А Библию что, не говорит у вас про это? Говорит, дорогой. Говорит. Это был такой преподаватель, проповедник Евгений Берсье. Времен Парижской коммуны. И он говорит, вы знаете, игра в Монте-Кристо был арестован, посаженный и на всю жизнь. Ему не дали ни одной книги. Но вот две тысячи собраний, это большое собрание. И вот сказали, можно взять с собой в одиночную камеру. Ни с кем не встретишься. Одну книгу. Одну навсегда. Сколько лет будешь жить? Я этот вопрос задал, а тот говорит, да вот там какая книга интересная по высшей математике. А на сколько тебе надо? Ну, ну, полгода. А потом? А у тебя впереди еще полвека. Все кончилось. Все ответили во времена Евгения Берсье. Сто процентов. Библию. Я вот сколько ее раз прочитал, это сказать даже невозможно. Какие толкования, златоуста, святых отцов читал. И каждый день я ее читаю, как будто первый раз вижу. Все новые и новые грани. Вот сейчас, ну, батюшки-то не будет. В этот день я тут проповедую. И где там, кажется, я уже сказал. 135, там, псалом был. Я на него 26 проповедей на один псалом. Одну проповедь сказал. А другая, вот сейчас, слово превыше всех твоих имен. Найдите проповедь, нету ее, она только готовится. Я буду говорить. Ну, я делаю невероятное, потому что проповеди должно быть там не меньше пяти. Я в одну стараюсь сжать ее. Столько много. Когда меня отстранили от радиостанции, где еженедельно ввел передачу. А почему? Патриархия настаивала, чтобы меня убрать, не давать. Ну, она-то с ними, с патриархии советской власти. А-то при советской власти-то. И нету. А народ-то ждет. Популярность ее была необыкновенная. До 30 звонков было после окончания. Ну, и спрашивает Илья Николаевич, там был директор. А почему Лапкина не будет? А у него кончились проповеди. А у тебя еще сколько? Я говорю, 123 в заначке. Где я не готовлюсь, уже готовые. Мои проповеди. Почему? Это источник воды живой. Кто жаждет у того, из чрева потекут реки воды живой. Не низом, а верхом из чрева потекут. Каждое слово, которое ты слышишь, оно рождает в тебе целую вереницу, что в Библии про это сказано. По-настоящему-то сказать, если бы кто-то пишет, там, про Тарзана, другие, то надо развитую память. Вот поттеры разные, я там еще Кураев разбирал. Здесь все четко. Сама жизнь, настоящее, будущее, вечность. Все в этом. Вот такой ответ. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аллилуйя. Аминь, спаси Христос. Да спаси вас, Господи, всех. Аминь, спаси Христос. А если такие, вот, говорит, там разные были, Ярославские, другие нападали, да что они могут сказать, когда Библия говорит? Я первые два вопроса поставлю, они сразу не ответят. Чем вызвано вот это изречение? Чем? Они на одном месте топчутся. Ну, теперь видно, что оно исполнилось. Называется алармовое состояние. Аларм это тревога по-английски. Сегодня у нас алармовое состояние. Войны там вспыхивают, там в Израиле. То есть, что-то где-то рядом будет. И то, что мы сегодня не ценим, внезапно перед нами станет недостижимым. Господи, почему я не ценил это? Я каждому говорю, вы где-то делаете, такое слово есть, склад, заначка. Отключат электричество, ничего нету. Представьте, вот сейчас ничего нету. Полностью нету. А у тебя ничего нету. Ты Евангелие достань. Спрячь где-то. Какие книги у нас есть? Столько труда положено. Помог бы Господь только Вячеславу подготовить да сдать. Да, последние там не так уж и будут проверены. Могут и синтаксические недосмотры. Но все уже. Там смысла не было. Которые слышали, добавляли много свое. Ну, никуда не годится. Я всех восстановил. 370 проповедей от Монатил. От корки до корки. Вот за это время. 370. Когда одну брали некоторые, все еще не отдали. С одной возятся там всей семьей. Почему навык, благословение, молитвы. Ждем, что Господь даст. И каждый день будем благодарить. И всегда радуйтесь. Чтобы не было, то не знает человек себя, спержен. Король проповедников. Я не знаю точно, кто там был. Баптист или англиканец. Но проповеди его замечательные. У православных нет такого сегодня. Нету. Даже кто много говорит, не связанно со Словом Божиим. Здесь Слово Божие. Он постоянно в одну точку бьет. И тогда Слово Божие отдает, что на эти стихи проповедь была. Не просто проповедь, а призыв. С трибуны. Как Зоя Крахманика мне говорила. Я книжный работник. Про себя. А вам, а вы, трибун, вам нужна капитра. На площади где-то. Но мы сошлись с ней близко. Так, ну все на этом. До свидания. Жду щебень и песок. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, Христо. Аллилуйя. Аминь, спасибо. Ну все. Спасибо, Христо. Аминь. Отошел. 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 Отошел.